Наконец-то я приступила к раскрою моего платья. Ткань оказалась сложной в каком смысле? Она тонкая, двигается туда-сюда и клетка. Поэтому я раскрываю прям по одной детали все. Очень мучаюсь, но ничего, мучаюсь в кайф. Вот здесь вот уже и рукава раскроила, и оборки. У меня будет вот такая модель. Вот, это именно другое, ничего сюда не подойдет. Все раскроила. Так что вот, мои дорогие, шью. А на ужин у меня вот такая вот рыбка. Кефаль, которую мы купили. Но потом покажу, готовая. Муж гуляет. Последние дни к нам прилетают две эти птицы. Видите, они хотят гнездо у нас где-то устроить. Но на моем горшке я этому противлюсь, потому что прямо впереди, видите, вот в то место, где я освободила. Вот эту гвоздичку я вниз опустила, вон. Они, ну, испортятся опять цветок, и здесь будет постоянно пугаться. И на тот балакон, пожалуйста, пускай сколько хочет устраивать себе это. Ну, постоянно, постоянно. Я только поставлю, она уже там сидит, пока яиц нету. И вот она все думает. Как у них все дружно. Папа с мамой. Папа с мамой. А эти, знаете, попугайчики проснулись. У нас и попугайчики проснулись. Мамич, мамич проснулся. Вы знаете, вчера я занималась оглашкой, а муж сидел на балконе. А они сами вечером в 12 часов уже пришли в клетку, зашли в клетку. Такие умные птички. Эндера с утра нету. Кстати, всем доброе утро, мои дорогие. Я пошла на набережную, проснулась, а моего мужа уже нету. Он пошел на выборы. Так что, как интересно. Его выбрали там следить за порядком. Ну, ответственный он без моего будильника. Хотя я ему сказала, пойдем рано ложись спать. Я тебя будить не буду. Ну вот, ответственность все-таки есть у него. А я пошла гулять, свои шаги нахаживать. Вчера у меня был выходной, а сегодня надо работать. Все идут на выборы потихонечку. В школах проходят. Все идут голосовать. Сегодня у меня свободный день. Мой муж будет целый день там. Он не в этой школе, как я вам показывала, да? В этой школе. А, там выше. Так что, мои дорогие, сегодня, я думаю, я закончу свое платье. Сюда классно аж настроение прибавилось. Все-таки, знаете что, когда муж дома, да? Много внимания надо ему уделять. Я и так ему не выделяю такого внимания, как нужно, как другие есть тираны, мужья. Вот женщина не имеет права ничем заниматься, как только мужчины приходят с работы. Вот прям ни поговорить ни с подругой, ни сделать какие-то свои дела. Вот нужно сидеть и тупо смотреть им в глаза. И прислуживать. У меня такого с мужем не было никогда. У меня была одна женщина, когда я только начала заниматься бизнесом на ГИГОС, на золоте. И у меня с Мерси на... Женщина ко мне пришла. Она здесь работала. Замуж вышла, ну, так неофициально, но, как муж считался, несколько лет уже жили. И она занималась уборками, ходила убирать дома и все. И вот таким образом накопила себе деньги, хотела инвестировать. И вот инвестировала она. Так он ее каждый день спрашивал. И он уходил на работу. А вечером он говорит, я не могу выйти на связь, потому что, говорит, ну, он не понимает. Каждый день он ее спрашивал. Ну, сколько ты заработала? Ну, где твое золото? Ну, настолько это морально. Хотя ее таким не обеспечивалось. И бы обеспечивала, она бы не ходила убирать дома. И он еще ей все время, вот, как говорится, не подпитывал ее энергией, да, как муж мне. Прямо все делает так красиво, что мне хочется жить и что-то иметь, да, от этой жизни, получать. Вот смотрите, если бы у меня был плохой муж, такой тиран, я бы не занималась вот этой херней. Ну, извините за выражение, как многие говорят, да, и читаю, и вот эти аудиокниги, и курсы нейрографики. Ну, немногие поймут, что, может, он и не верит, что это исполняется, но я-то знаю, что исполняется нейрографика. И он, естественно, мне деньги не дает на мои такие хотелки, ни на йогу, ни на нейрографику, но я сама зарабатываю. Он не понимает, но он не мешает мне и никогда не подкалывает, сколько ты сегодня заработала, столько не заработала. Все мужьям своим говорить не стоит, я вот сколько раз сказала. И ни один турок не может, не поймет мужчина, посмотрите, какая красота, сегодня я не в таком. Ни один мужчина турецкий не поймет, когда женщина захочет куда-то вложить деньги, потому что они обожают эти деньги. Они с ума сходят, лучше им дайте, они долги покроют свои, но только не ради развития своего. Потому что они думают, что мы, если разбогатеем, убежим от них и все. Так что вот эта женщина, а ей когда было заниматься приглашением, когда она с утра ходила на уборки до понедельного вечера, и дышать ей некогда было, дышать. Не то, что это. Она вложила, чтобы не потерять, чтобы увеличить. И вот постоянно его подкол, подкол, подкол ее довел к тому, что ей пришлось выйти с бизнеса. Я помню, за 14 дней у нас есть такая возможность забрать свои деньги. И вот это был первый единственный случай. И у нее заканчивалась прописка. Он ей не давал денег на прописку. Говорит, мне нет другой возможности. Вот он мне не дает. Сказал, ты вложила свои деньги. Вот ты куда-то вложила, значит, у тебя должно быть. Такие отношения я не понимаю, друзья мои. Для чего женщина? Ну, может, для того, чтобы остаться в этой Турции и подработать, мне кажется. Мужчина турецкий накормит женщину. Купит ей какую-то шмотку дешевую. Трусы купит, войдет там сам. Они любят такие вещи делать. Они не понимают, что это бренд, не бренд. Я не говорю про всех, я говорю про многих. Они обязательно ее накормят, чаем напоят, все. Лепешка какой-то накормят. Но деньги они не любят давать. Тоже касается моего мужа. Я вот вам говорю, он дает мне карту. Я не то, что жалуюсь, я говорю, как есть эта реальность. Он мне дает карту. Я могу пользоваться его картами. Но предупреждаю, чтобы я абортма не сильно не теряла голову, можно так сказать. Налички, наличку даст, пускай будет. Я говорю, пускай будет через год тебе принести. Но вот так смеюсь, подкалываю. Но понимаете, когда женщина имеет свои бабки, это совсем другое чувство. Я жила в тот момент, я была в том состоянии, когда я смотрела в руки, каждый радовался копейкам. Сейчас то время ушло, потому что я работаю. Кто не верит, не верьте. И вы сами видите, что ГИГОС – это единственный мой заработок. Сейчас я собираюсь попланировать ехать в Батуми. Сейчас я много чего покупаю себе курсов. Это все за то, что я заработала. Но неужели непонятно? И как вы думаете, если бы это был обман, неужели бы я кричала? Вот в глаза, в глаза посмотрю вам, если бы это был обман, неужели бы я вас приглашала в этот бизнес? Вы сейчас сможете из какой-то небольшой суммы увеличить ее через год в несколько раз, в сот, может быть, тысяч. Подумайте над моим предложением. Денег нет – никогда не говорите. Когда вам нужно, вы всегда найдете деньги. Да это же вы платите себе, мои девочки. Но поймите, что я вас во плохое никогда не вовлеку ничего. Даже не нужно у нас никого приглашать, строить команды. Сами себя инвестируйте в себя, пока есть возможность. Вы понимаете, вы покупаете сейчас NFT, она вам манит по две монеты. Наша монета стоит 50 евро. Вчера мне прислали ссылку, моя знакомая, близкая, моя партнер из ГИГОСа, из Англии. Я благодарна ей очень. Есть такая функция на многих компаниях. И перед тем, как какая-то монета выйдет в свет, они раздают бесплатно, потому что она в очень низкой цене. Например, стоит копейки. Например, та монета, которую вчера мне раздали, стоит 0,005. Это вообще доллара. И в таком случае, когда монета не имеет ценности, чтобы привлечь людей, да, комьюнити, чтобы им разрешили выйти монете на биржу, необходимо иметь хотя бы какое-то количество людей, допустим, даже если нету стоимости хорошей монеты. И они раздают людям какую-то часть бесплатно. И вот я попала в чаровая ядра, получила 1600 этих токенов. Она стоит 0,005. Они, конечно, спрашивают, вы будете потом ее покупать. Но посмотрим, как она за себя заявит. Обещали, что листинг начнется 15 июня. Осталось чуть-чуть. Посмотрим. Но о чем я хочу сказать вам. Смотрите, вот эта монета выходит на биржу, и у нее стоимость 0,005. Наша монета на сегодняшний день около 51 евро. Она была с 1 евро стоимость год назад. Смотрите, мы уже выйдем с дорогой монетой. Мы уже выйдем с огромным комьюнити. Комьюнити – это сообщество наших партнеров. В 2020 году их было 3 миллиона. И сейчас нет никакой статистики, не могут об этом говорить, так как это конфиденциальная информация. Но факт то, что монета стоит 50 евро. Ну неужели вы думаете, я вас приглашу, плохое дело. А если монета будет стоить 70, а если будет 100 евро стоить. Ну представьте, сколько будет увеличиться, во сколько вас. А если тысяча, все может быть. Конечно, может быть и такое, что она упадет. Но смотрите, аналитика такая. Риски везде есть, но аналитика. Монета с 1 доллара стала 50. Она не падала. Она может быть упасть на какие-то центы. Но на единицу, даже на 1 евро она не упала. Так что, мои дорогие, пока не поздно. И пока я не уехала в отпуск, я вам помогу и все объяснить. У меня есть время и рассказать. И давайте уже, давайте богатеть вместе. Ведь я даю вам такой шанс. У вас есть какие-то деньги, сбережения. Вы покупаете на них себе монеты. Вы не мне покупаете, ни компании, не мне. Это, как говорится, заим. А компания вам выдает какое-то определенное количество монет каждый день. Бесплатно будет фармить вам по 2 монеты. 2 монеты каждый день это 100 с чем-то евро. Так что, приглашаю вас. Вам у меня есть несколько очень богатых вариантов, как начать бизнес. Готовый бизнес. И все зависит от ваших возможностей. Пишите мне в Телеграм, везде. И будем с вами быстро все это работать. И пока я свободна. Спонсор моего канала – онлайн-платформа ГИГОС. А絕 Субтитры – А. Продолжение следует...